МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Оркен Медиа итоговый выпуск новостей. Здравствуйте! О самых главных и интересных событиях этой недели расскажу я, Илья Кожухин. Вынесем приговор. Бывших сотрудников ТО «Балхазжилу» осудили за нецелевое использование бюджетных средств. Маркировка каждой упаковки. Все аптеки обязаны маркировать и контролировать лекарственные препараты. На школу. Начался прием документов в новую школу. Бывшего заместителя руководителя и главного бухгалтера ТО «Балхазжилу» признали виновными в хищении бюджетных средств на общую сумму 677 миллионов тенге. Как установил суд, в период с июня 2020 по январь 2023 года они переводили деньги компании на свои счета и счета юридических лиц, с которыми ТО «Балхазжилу» не имел никаких договорных отношений. Один из осужденных будет отбывать наказание 5,5 лет, а другой – 5 лет. Имущество у них конфисковали, а также запретили занимать должности в государственных и коммерческих организациях в течение 10 лет. Приговор еще не вступил в законную силу. Жители 21-го квартала еще две недели будут сидеть без горячей воды. Напомним, что горячее водоснабжение на улицах Сейфулина, Калмыково и Бакиханово отключили полтора месяца назад. По словам представителей ТО «Балхазжилу», трубы на этих улицах не менялись уже 10 лет. На замену трубопровода из областного и республиканского бюджетов выделены средства. В течение четырех месяцев планируется заменить около 26 километров труб. Работы начались с 21-го квартала и будут проходить по всему городу. Стоит отметить, что в конце июня в некоторых районах города, включая микрорайон Конурат, на четыре дня была временно прекращена подача холодной воды. Это стало причиной задержки в завершении работ по подаче горячей воды в 21-м квартале. На сегодняшний день по магистральной сети М1 мы смонтировали от камеры ТК-18 до угла поворота 6 с протяженностью 550 метров. Это на две нитки, если умножить, 1100 метров мы уже сделали. Получается, это вся улица Сифульна и улица Калмыково полностью у нас, труба уже монтирована, в лотке лежит. В данное время мы ждем задвижки, большие 720-е задвижки. На днях нам это уже привезут, уже в пути уехала. Почему? Мы еще на 14 дней запрашиваем. Причина, самая главная причина того, что у нас была проблема с водой. В начале месяца назад воду уже отключили по городу Балхаш. Из-за отсутствия воды у нас возникла проблема с доставкой бетона, потому что у нас неподвижные опоры есть, мы должны их в свое время залить, но не смогли из-за отсутствия воды. И бетонные изделия, ФБС-блоки, которые мы монтируем, тепловые камеры. По словам руководителя объекта магистральной сети, проблема с бетоном на данный момент полностью решена. На улице Сифулина установлено три неподвижных опоры в бетонном основании. На каждую требуется от 70 до 90 кубических метров бетона. Один рейс от Балхашского железобетонного завода составляет 6,5 кубических метров бетона. И их нужно осуществлять с утра до вечера. В связи с отсутствием воды подрядная организация не смогла вовремя принять бетон, поэтому пришлось ждать. Планируется, что работы будут завершены в ближайшее время. С 1 июля 2024 года в Казахстане станет обязательной маркировка и прослеживаемость всех лекарственных препаратов. На каждой упаковке появится специальный код – Детаметрикс. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая десятая упаковка лекарства, развивающихся в странах, является поддельной. Оборот фальшивых препаратов в стране превышает 10-12%. Это не просто экономический вопрос, но и прямая угроза жизнью и здоровью нации. Подробнее в следующем материале. Кадры. Данной системе маркировки необходима как важнейший инструмент контроля за движением лекарственных средств, начиная с товара производителя. Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области организовал пресс-тур, посвященный вопросам внедрения маркировки лекарственных средств в аптеках города. Постановлением правительства с 1 июля внедрена обязательная маркировка и прослеживаемость всех лекарственных средств. Главная задача – это защита потребителя от больших лекарств. У нас в городе действует 25 аптек, готовность всех аптек составляет 100%. Все аптеки оснащены специальным оборудованием и зарегистрированы в информационной системе единого оператора маркировки. В Балхарском регионе функционируют 33 аптеки. 25 из них находятся в городе Балхаш, 5 в Приозерске и 3 в Ахтогайском районе. Кроме того, есть 7 государственных медицинских организаций, где работают аптечные сети для пациентов, получающих стационарное и амбулаторное лечение. Все они оснащены необходимым сканирующим оборудованием и зарегистрированы в информационной системе единого оператора маркировки. Чтобы показать процесс внедрения маркировки, представители СМИ пригласили на экскурсию. Съемочная группа нашего телеканала посетила аптеки КАДАР и социальную аптеку Государственной поликлиники номер 2. На данный момент в аптеках установлены два ДС-сканеры, с помощью которых можно пробивать и продавать маркированные лекарственные препараты. Данные меры необходимы для того, чтобы увеличить или повысить контроль за движением лекарственных средств, оборотом движения лекарственных средств. Предупредить риски фальсификации и контрафактной продукции именно среди лекарственных препаратов. Министерством здравоохранения проведена большая работа по подготовке данной системы. В течение трех лет данный проект опробировался выборочно в нескольких медицинских организациях, государственной и государственной формы собственности. Данный проект прошел хорошую апробацию. Маркировка лекарственных средств – это процедура нанесения специального штрих-кода двумерного с картинкой изображения, где содержится полная информация о данном лекарственном средстве. То есть производитель товара, страна происхождения, серийный номер, вплоть до системы защиты от взлома данного лекарственного препарата. В связи с внедрением маркировки и прослеживаемости товаров с 1 июля наши аптеки были оснащены оборудованием. Также аптеки компании зарегистрировались в информационных системах единого оператора. Таким образом, наша компания готова к работе в системе маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Процесс системы маркировки и прослеживаемости товаров позволит выявить реализацию контрафактной и фальсифицированной продукции, что позволит обеспечить население безопасными и эффективными лекарственными средствами. Я считаю, что в целом процесс маркировки не оказал негативного влияния на повышение цены лекарственных средств. Лекарственные средства реализуются нашей розничной компанией сетью в рамках утвержденных предельных цен. Железнодорожная линия собрания жителей ближних сел с Акимом поселка Уртадиресен и представителями Казахстан-Тимржолы. Жители просят не закрывать переезды, а вместо этого построить дополнительные путепроводы или мосты. Стоит отметить, что на данной железной дороге есть 14 переездов. Также в этом районе имеется множество сел и предпринимателей. И потом вы знаете, место Агулен – это первое единственное место, которое после города Балхаша пригодно для любительской спортивной рыбалки и туризма. И место Агулен, Трипальмы, Крыло знает, можно сказать, что весь мир. Приезжают отдыхать все, приезжают и за границей отдыхать, приезжает весь Казахстан к нам сюда. И Павлодар, Семипалатинск, Алма-Ата, Караганда – все едут. Все об этом знают. И сейчас вот опять же с этим переездом, если дорогу закроют, все, туда никто не попадет. Семипалатинск, Алма-Ата, Караганда, Караганда, Крыло клей, Ваунинск, Алма-Ата, Караганда, Крылг, Ваунинск. По словам жителей, некоторые переезды к поселкам Агулен, Ахжайдак, Токрау необходимо оставить, чтобы не создавать неудобств как местным жителям, так и приезжим. В 2023 году началось строительство вторых ЖД путей до стык Мэнты. Сегодня были подняты вопросы о переездах касательно строительства вторых ЖД путей. По всему железнодорожному пути есть 15 переездов. Мы оставляем те переезды, где есть численность населения и транспортных средств. Касаемо этих вопросов, мы сегодня организовали встречу с населением. Решением было оставить переезды Ахжайдак, Ажузек, Ахжайдак-Токрау и Токрау-Ортодиресин. По итогам собрания было решено оставить переезды Ахжайдак-Агулен. А для того, чтобы оставить переезды Ахжайдак-Агулен, жителям и предпринимателям необходимо предоставить документы, подтверждающие их сельскохозяйственную деятельность. В городе проходят бесплатные курсы повышения квалификации и улучшения финансовой грамотности. Обучение первопотока началось в марте. Преподаватели – квалифицированные специалисты, прошедшие обучение и имеющие опыт работы. Подробнее в материале Алины Махамбетовой. Как составить семейный бюджет, получить кредит и не попасть в ловушку финансовых пирамид? Этому и не только обучают на бесплатных курсах «Карсес Когам» или «Общество без долгов». Проект был реализован партией «Аманат» в прошлом году. Он направлен на улучшение компетентности и повышение финансовой грамотности населения. В Бахаше проект стартовал 9 июля и будет длиться до 26 числа. На сегодняшний день обучение в очном формате получают участники первопотока. В одной группе не менее 50 человек. Курсы в городе проводятся уже третий раз. Предыдущие прошли в марте и в мае. За последние два месяца курс прошли 154 человека. Наше население должно быть финансово грамотным. Но мы сейчас поднимаем их уровень финансовой грамотности в сфере получения займа, открытия депозита, покупки акций, облигаций, и чтобы не попасть на уловки мошенников и лжекомпаний. Потому что очень много проблемных займов, которые получали наше население, не читали договор, подписывали, получали онлайн очень высокие ставки, и теперь у многих нет возможности платить. Для этого мы создали этот проект, чтобы донести до населения, как подать в случае, если вы вообще не работаете, на банкротство, на судебное банкротство, внесудебное банкротство, восстановление платежеспособности. Вот эти моменты мы до них доводим. Помимо этого, на курсах совместно с кураторами учащиеся проводят аналитику. Иркомбек Сапаргалеев – участник курсов. По его словам, они очень полезны как для молодых людей, так и для тех, кто постарше. Это знания. А знания никогда не будут лишними. Очень хорошо, что проводятся подобные обучения. Везде цены растут, а зарплаты низкие. Конечно, очень важно быть финансово грамотным человеком. Мне всё очень нравится. Нас обучают разным формулам и кейсам. Особенно для подрастающего поколения подобные знания лишними не будут. По окончанию обучения выдается сертификат. В будущем документ будет учитываться при получении грантов или льготных займов. Участвовать в проекте может любой желающий. Чтобы записаться на оффлайн-обучение, нужно обратиться в отдел предпринимательства и сельского хозяйства по адресу улица Уалиханова, 5. Дополнительную информацию можно получить по телефону 40332. В городе стартовала акция «Чистые берега». С самого утра волонтеры, жители и все желающие собрались на уборку территории пляжа. Подробности у моей коллеги Алины Махамбетовой. Экологические акции Бахаше продолжаются. Сегодня все желающие участвовать в них собираются перед пляжами Медколледжа и Римбазы. У всех одна цель – сделать город чище, соответственно, внести вклад в развитие и просветание родного края. Акция была организована Департаментом экологии по Карагандинской области совместно с городским Акиматом. В ней приняли участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и другие неравнодушные. Участники субботника вооружились перчатками, мешками для мусора и хорошим настроением. Разделившись на группы, они отправились на разные участки береговой линии. За несколько часов работы удалось собрать пластиковые бутылки, одноразовую посуду, пакеты и прочие отходы. В действительности по береговой линии озера Балхаш у нас постоянно проводятся акции субботники по очистке данной территории от случайного мусора от его отходов. Получается, что отдыхающие на озере Балхаш оставляют после себя отходы и тем самым захлопляют прилегающие территории, что существенно влияет на ландшафт нашей местности, эстетический вид портит, а также несет экологические и санитарно-эпидемиологические нарушения. Сегодня молодежь города Балхаш в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» вышла на акцию «Чистые берега». На эту акцию общим счетом участвуют 60 ребят молодых наших. Вот 30 убираются, где медколледж, пляж, а параллельно идет уборка, где рембаза. И мы призываем все жители нашего города и гостей нашего города не бросать мусор и соблюдать чистоту в нашем городе. По итогам акции с берегов пляжей медколледжа и поселка Рембазы собрали 200 мешков мусора. Стоит отметить, что акция проводится по всей Карагандинской области. К новостям спорта. Сертифицированный тренер Евгений Боровицкий приглашает всех жителей и гостей города на утреннюю зарядку. Зарядка будет проходить 13 июля в 10 утра сбоку Дворца культуры имени Хамзина. Со стороны спортивной площадки. Участвовать могут все желающие. С собой нужно иметь спортивную одежду, воду и другое необходимое. 13 июля в 10 утра сбоку Дворца культуры имени Мороя Хамзина. Это были самые актуальные новости этой недели. С вами был Илья Кожухин. Хороших выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова